Сегодня очень сложно узнать, каким мобильным телефоном пользуется человек. Но даже если вы и узнали внешнее, то что за модель этого телефона угадать практически нереально. Сегодня вот эти вот гробики, они ведь абсолютно везде, и мы продолжаем тыкать пальцами в экраны и абсолютно забыли про стиль и дизайн, друзья. Но благо, что у этих телефонов есть одно достоинство. Для них придумали огромное количество аксессуаров, чтобы вы тратили свои деньги и вы могли кастомизировать свои вот эти вот кирпичики, как вам только угодно. Красный, зеленый, синий, разные абсолютно варианты, друзья. Но так было не всегда. Во время становления глобальной вот этой мобилизации в начале нулевых, компании придумывали не камеры на 100 мегапикселей или не оперативную память на 16 гигабайт. Всем рулил дизайн, друзья. И да, именно дизайн отвечал за то, взлетит телефон или не взлетит в кругах обычных покупателей. И знаете, что я вам скажу? Помимо дизайна была еще одна очень интересная вещь. Это форм-факторы. Форм-факторы были разные, друзья, и о них сегодня я расскажу немного поподробнее. Ну а ты не забудь подписаться на канал, поставить колокольчик. И твой комментарий, который ты уже, наверное, написал, появляется на этом экране. Поэтому обязательно его оставь. Ну а мы поехали. Мы могли выбирать между стандартным моноблоком или ракушкой, слайдером или ротатором. И вот на последнем бы я хотел сегодня остановиться немного поподробнее. Ротатор – это форм-фактор, в котором телефон состоит из двух половинок, сдвигающихся относительно друг друга в одну из сторон. Отличие от слайдеров именно в направлении движения. Тут телефон раскрывался относительно центра оси, как качельки, а не вверх-вниз. В 2001 году название Rotate механизму раскрытия телефонов дали в компании Motorola. И первый подобный телефон – Motorola V70. В 2004 году компания Sony Ericsson выпустила модель S700i для европейского рынка. И здесь такой же механизм получил название Jack Knife. По аналогии со складывающейся ножами. Из Японии пришло еще одно название ротаторов – Swivel – шарнирное соединение. Несмотря на бешеный натиск Samsung в 2004 году, финская Nokia все еще считалась законодателем мод в области имиджевых телефонов. Бренд этого производителя считался самым престижным. В определенных кругах светского общества бы даже бытовало мнение, что телефон обязательно должен быть Nokia, если, конечно, владелец телефона не позиционирует себя как техногика или меломана. В таком случае он выбирает Sony Ericsson или Motorola. В то время производители телефонов стремились применить в имиджевом сегменте такие же маркетинговые примеры, которые используются в мире высокой моды. Nokia являлась передалеком и в этом отношении. Фины удачно эксплуатировали принцип коллекции, выпуская серии имиджевых телефонов, охватывающие достаточно широкий диапазон цен и уровней функциональности, но при этом объединенных общей дизайнерской идеей. В будущем Samsung сделают нечто подобное в своей серии Le Fleur, правда, там будет скучный выбор из четырех моделей. Но Nokia дебютировала это направление с появлением Fashion Collection, друзья, и это были капец какие крутецкие аппараты. Но время шло, и пора было менять линейку в соответствии с принципом смены модных коллекций одежды. Так и появилась следующая серия Nokia L'Amour Collection, состоящая из трех моделей с индексами вида 7.3XX, в отличие от предыдущей коллекции 7.2XX у Fashion. По принципу комплектации Le Fleur Collection в точности повторяет предыдущую линейку. Младшей моделью является Monoblock, и по замыслу производителя он достаточно демократичен по цене и рассчитан в первую очередь на продвижение идеи линейки в массы. Центральной моделью является 70-я. Она сочетает более дорогой форм-фактор с улучшенным оснащением и предлагается по цене верхне-среднего класса. Топовая модель – это оригинальный вечерний телефон, в котором уже во второй раз воплощается дизайнерская идея телефона-бруска с бесклабиатурным управлением. Собственно, в LeMour Collection перекочевали и преимущества, и немногочисленные недостатки предыдущей линейки по части ее комплектации. Изменения, по большему счету, касаются только стиля дизайна и уровня технического оснащения. Nokia 7370 была средней в линейке телефонов коллекции LeMour, и, друзья, это был первый телефон финской компании в форм-факторе Rotator. Даже если не считать форм-фактора, внешность Nokia 7370 весьма необычна. Телефон выполнен в общем стиле с двумя другими моделями LeMour Collection, как и у них вариантов управления у 7370 II. Первый, такой как у нас, представляет собой сочетание различных цветов, фактур и узоров, основные поверхности базового блока матовые, цвет новой кости боковые и внутренние панели полуматовые темно-золотистые, Крышка батареи отсека выполнена из светло-коричневого пластика, фактурой очень напоминающего кожу. Ротатор изготовлен из того же молочно-бело-матового пластика, что и базовый блок, но его украшает роскошная лицевая панель из глянцевого пластика под золото с тонким растительным орнаментом, имитирующим гравировку. Тыльная поверхность поворотного модуля прикрыта металлической пластиной, на которую методом травления нанесен похожий узор. Он же повторяется в основной теме оформления пользовательского интерфейса. Теперь о конструкции и форм-факторе. Шарнир в Nokia 7370 выполнен качественно. Он достаточно плотный, без люфтов, но движется легко. Механизм раскрытия оснащен системой автодоводки, позволяющей легко открывать аппарат одним пальцем. Достаточно отвести крышку на 30-40 градусов от исходного положения, и дальше она раскроется сама. Правда, при торможении в раскрытом состоянии, передавая на базовый блок, приличный импульс силы. Закрывать несколько сложнее. Автодоводка работает и здесь, но для взвода пружины кружь-крышку нужно повернуть на 140-150 градусов. Именно тот угол, на котором автодоводка работает при раскрытии. На внешней поверхности крышки нет никаких органов управления, так что для выполнения любой операции с телефоном его нужно раскрывать. Исключение составляет только фотографирование, которое можно выполнять внешней клавишей. Традиционная проблема эргономики всех телефонов в форм-факторе Rotator заключается в том, что экран при раскрытии корпуса разворачивается на 180 градусов, и его низ в закрытом положении становится верхом в открытом. Кроме основных клавиш, телефон оснащен качающейся кнопкой для регулировки громкости на левой грани, клавишами включения питания и фото на правой. Экран имеет разрешение 128 на 160 точек, выполнен по технологии TFT и отображает 65 тысяч цветов. Он вполне качественный, дает хорошее насыщенное изображение с малозаметным зерном. Экран трансреэффективный, так что на солнце остается вполне читаемым. Подводя итоги, могу сказать, что Nokia 7370 была хорошей частью этой все-таки L'Amour Fashion Collection, и вы могли, купив этот телефон, почувствовать себя частичкой модного мира и, так скажем, прикоснуться к этому фэшенебельному миру моды. Конечно, телефон был больше ориентирован на женскую аудиторию, но это не мешало ему быть уникальным. И по техническим характеристикам телефон тоже был весьма неплох. Одна мегапиксельная камера, 12 мегабайт памяти на борту, слот для расширения карты памяти, поддержка всех форматов MP3 уже есть. Что еще нужно было вам в 2005 году, друзья? А форм-фактор ротатор, первый форм-фактор ротатор финской компании Nokia, вам в этом явно был мог помочь. Спасибо, друзья, все, что были с нами, всем ностальгии, пока, пока.